Ну что, fine day to exit. Отличное утро, 9 января. Минус 6, ветра нет и сразу кажется, что потеплело. Я намереваюсь поехать в МВС и попробовать сдавать экзамен на права. Я уверен, что я не сдам, но попробовать стоит. Вот. И так, и так надо было начать это видео. А это видео надо было начать со слов не верьте, не верьте всему, что я говорил. И не верьте никому, что скажут, что экзамен и вопросы на драйвер-лайсенс это фигня. Короче, да. Книжку я дочитал. Где-то несколько дней назад я дочитал эту книжку, которая manual. И да, она прекрасна. Ты читаешь ее как художественную литературу, все как бы здорово и очевидно. И не верьте тому, кто скажет, что этой книжки достаточно, потому что это не так. Я пообщался со своим коллегой, который сосед, Серега. У него же недавно жена приехала сюда. Вот. Вот она уже два раза не сдала. Дело в том, что там, мало того, что там куча вопросов, которые в книжке не покрываются. Они покрываются в других изданиях, типа там есть дефенсив драйвинг курс. Такой курс безопасного вождения. Ты можешь его пройти в любое время. Вот оттуда тоже много вопросов. Зачем этот курс нужен? Ты его можешь пройти для того, чтобы снизить стоимость своей страховки, например. Или скостить какое-то количество поинтов. По-моему, два или три. Вот видите, как я готов офигенно. То есть система штрафов здесь, она не только влечет за собой денежный штраф и какие-то там арест, лишение водительских прав. Тут еще накопительная система. Ты получаешь за каждое правонарушение поинты. И вот накапливаешь эти поинты. Ох. Ну вот. Если ты накопишь 10 поинтов, то ты можешь быть лишен водительских прав. За определенные виды нарушений получаешь определенное количество поинтов. Допустим, за превышение скорости 2. И так далее. За тейлгейтинг, что меня поразило. Да то есть, если ты очень близко будешь ехать к машине, не соблюдая дистанцию, то получишь 5 поинтов вообще. Ну и так далее и тому подобное. Поинты сгорают. Раз в год. В смысле, если ты год без правонарушений ездил, то ты можешь податься, чтобы тебе срезали 3 очка этих 3 поинта. И так далее и тому подобное. Так вот, к чему я? Потому что в книжке далеко не все вопросы раскрыты, которые потом задаются в вопросах билетов. Как я это еще узнал? Ну мало того, что вот от Сереги, от своего коллеги, так еще и он мне скинул ссылку. Есть в Ютубе видео. Причем я не знаю, откуда это видео. Оно опубликовано еще в 16-м году, но там написано, что 316 билетов с ответами А вот там перечислены. Какой-то араб выложил вообще, я не знаю. Серега сказал, что 80% вопросов и еще один коллега вчера заобедал, сказал, что 80% вопросов были именно оттуда. И там такие вопросы есть, конченные. Да, я не спорю, что где-то 80% этих вопросов действительно школьник может ответить. Интуитивно, понятно, я не знаю, какие цвета на светофоре, красный, желтый, зеленый или еще что-то. Какие-то примитивные, что означает этот знак, какой формы знак уступи дорогу или еще. Но 20% вопросов это полная дичь. Мало того, что там есть, как это сказать, без матов, потому что мама смотрит, а подколы, подколы, такие, как и в нашем украинском. Я не знаю, как фраза поставлена или как ответ написан. К примеру, там вопрос был, который меня первым просто вынес вообще мозг. Звучит он, as you drive. То есть, когда ты едешь, когда вы ведете машину, короче, в какое время, когда ты едешь, у тебя должны быть, ты должен, ты должен включить фары. И варианты ответов, ну, там, когда у тебя включены дворники, обязательно должны быть включены фары. С этим не спорю, согласен. Ну, а потом, правильный ответ, по большому счету, это вот через полчаса после заката и за полчаса до рассвета. А там так стоят ответы, как будто бы ты за полчаса до рассвета должен их только включить. У меня был разрыв шаблона, я не понимал, подождите, но если ты уже едешь, ты что, едешь с выключенными фарами, не знаю, всю ночь ехал, тут посмотрел, полчаса там, не знаю, 29 минут до рассвета. Теперь можно их не включать. Ну, короче, если представить, что ты только проснулся, еще солнце не взошло, ты сел в машину и посмотрел, что там до рассвета. Окей. Да, ты можешь включить. Но вопрос стоит, что ты уже едешь, а не только сел в машину. Ну, и так далее. То есть, там какие-то такие вот есть нюансы, а еще какая большая всякая дичь с этими, с этими цифрами. Помните, я говорил, что меня вообще никак не трогает, не раздражает вот эта метрическая система, все эти футы, дюймы. Так вот, я забираю свои слова обратно. Это полный капец с этими футами, дюймами. Вот когда надо их запомнить, чтобы правильно ответить, это вообще нереально. Особенно, что касается алкоголя. Вопросы типа полторы унции, восьмидесяти процентного ликера. Чему равны? И там, не знаю, двенадцать унциям пива, одному галлону рома, какие-то... Ты, я даже не представляю, сколько это полторы унции ликера, я не знаю. хорошо там можно нагуглить, что это ваншот, типа один залп вот этот, одна рюмка. Но когда они потом начинают экспериментировать, а вот если вот там две унции там бокала вина, вот это чему равно, сколько унциям пива или еще чего-то, ну откуда я вот это перевести? Хорошо, там какие-то вещи ты можешь запомнить, типа про парковку, да, на каком расстоянии от пожарного гидранта, это, это мой случай, да, это, это, я уже влетел за это в Нью-Йорке, но там свои расстояния. В Джерси написано не менее десяти футов от пожарного гидранта. Ну ладно, там, сколько от знака стоп, там, 20 там футов, или знаю, я уже забыл даже, 25 там, от перекрестка 20 футов, а если ты напротив пожарной станции стоишь вообще на другой стороне дороги, там 70, окей, полез смотреть, один фут 30 сантиметров и там 40 с чем-то сотых. Ну хорошо, то есть 10 футов от пожарного гидранта 3 метра, о, ну тогда уже как-то складывается картинка, там, 3 метра, понятно, как бы здорово, но когда начинаются вопросы, на сухой дороге при скорости 50 миль в час, какой у тебя тормозной путь? Аааа, вы шутите, и там какой-то правильный ответ, не знаю, 247, или 242 фута? Да вы что, издеваетесь? Там какая-то целая таблица была в книжке, где там при 10, 20, 30 и так далее, миль в час расписано время реакции в миллисек... надеюсь, в секундах, я уже не знаю, что тут, какие еще метрические системы. вот, и, соответственно, какая реакция, какой тормозной, сколько тормозит, и, ну, короче, это, это капец. вот поэтому тоже куча вопросов, которые дикие, которые, не знаю, надо запомнить, и я не запомнил сейчас. И еще такая же с цифрами, это, это по поводу штрафов различных, ааа, а еще по поводу различных этих комиссионных сборов, у них есть куча видов драйвер-лайсенс, то есть с раннего возраста ты уже можешь готовиться на получение водительских прав. И там получить какой-то пермит в начале, там разрешение, потом еще что-то. Так, он не хочет проехать? Не хочет. вот, и там пошло, вот, со стольки-то лет, когда ты подаешься на, на только на разрешение, а потом, когда на пробейшн, или на пробный, на пробный драйвер-лайсенс, а потом, когда еще на, еще какой-то там, вот, сколько это стоит комиссии, там, сколько там ты месяцев или еще чего-то должен там с инструктором отъездить. Короче, просто капец какой-то. Так вот, по-хорошему ехать мне сдавать рано. Но я хочу, я преследую две цели. Во-первых, просто попробовать, посмотреть, как это будет проходить, потому что там надо же еще пройти в начале вижен-тест, тест на зрение, там тоже 20 из 50 должно быть у тебя, я не знаю, чего это и как там будет смотреть. Вот. То есть, во-первых, посмотреть, как это все происходит, во-вторых, на авось, потому что 10 процентов, то есть, 40 из 50 билетов ответить правильно надо, но надо попробовать. надо попробовать. Но я честно скажу, я не готов. Я думал, что я готов, когда я прочитал книжку и радовался, что она такая простая и легкая. Но когда я полистал эти вопросы, там двухчасовое видео. это просто жесть. В общем, сейчас приедем, посмотрим. Ну что, документы собрали, никого нет, похоже на то, по крайней мере. Пойдем. Че уж, попробуем. Субтитры сделал DimaTorzok